александр здравствуйте меня зовут александра я звоню вам касательно оставленной заявки по проекту тон скажите у вас остались дополнительные вопросы или во всем разобрались и готовы приступать к чему приступать я не понял так нифига касательно вашей заявки по проекту тон к чему приступать мы ее оставили 4 минуты назад к работе какой привезти вам деньги и не попрощаться с нами простите я не совсем понимаю вашу реакцию у вас на сайте написано на регистрации мы являемся лицензированными инвестиционно аналитическим центром номер лицензии скажите пожалуйста номер лицензии вы можете проверить у нас на сайте хорошо а какую компанию вы представляете вообще компания бемби 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 бомберс 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 замечательно выгибли медведя наша компания зарегистрирована великобритании замечательно а в массу российской федерации регистрации имеется еще гарантия у нас является британский регулятор и все еще не спрашиваю потому что мы работаем с поддержкой регистрации в российской федерации у вас имеется компания зарегистрирована англии и российской федерации в российской федерации у нас филиал международная компания работаем на меня стран мира замечательно вот у вашего филиал есть он зарегистрированной в Российской Федерации. Вы откуда звоните в Российской Федерации сейчас? Простите, можете повторить, я вас плохо слышу? Сейчас начнется плохая слышимость, я трубку брошу и все, и до свидос. Ну, я не отвечаю за связь, я действительно вас плохо слышу. Ну, потому что там сейчас обернись назад, твои старшие стоят, сидят, то есть, это ты, наверное, стоишь. Ты им скажи, чтобы опи-пелефонию наладили, а то она вас лагает каждую минуту. Так вот, послушайте меня, у вашего филиала есть регистрация, то есть, вы имеете представительство в Российской Федерации, так? Вы сейчас мне откуда звоните? Я звоню вам из Москвы. Из Москвы? Замечательно. Ну, тогда назовите ННМ вашего филиала, я сейчас его через налоговую службу посмотрю, действительно ли вы зарегистрированы в Российской Федерации. Я вам объясняю, что компания зарегистрирована в Бангрии. В Бангрии. В Москве есть филиал. Да, филиал, филиал. Если есть филиал, значит, он зарегистрирован в Российской Федерации, так? Вы же каким-то... Официальный юридический адрес английский. Я понимаю, что официальный юридический адрес. Если вы открыли филиал в Российской Федерации, вы должны были его зарегистрировать как налогового резидента в налоговую службу и получить индивидуальный налоговый номер на ваш филиал. Так вот этот индивидуальный налоговый номер, я хочу посмотреть, есть ли он в наличии. А то, что вы там международные, меня это меньше всего сейчас волнует. А что вам это даст? А вот это самый главный вопрос, когда звонят мошенники. А что вам это даст? Номер лицензии, номер... Это даёт то, что вы, не нарушая законов Российской Федерации, звоните и предлагаете услуги и товары российским гражданам Российской Федерации. Алло. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Меня зовут Анна, набираю вас из компании BNB. Вижу, что с вами ранее связывались наши специалисты касательно оставленного вам проекта по проекту ТОМ, верно? О, проект ТОМ. Меня интересуют ни ваша компания, ни проекты ваши. Хорошо, а зачем тогда оставляли заявку? Я искал себе брокерскую компанию, наверное, нашёл, поэтому вы, мне интересно. Хорошо, ну 8 дней назад оставляли свою заявку для того, чтобы вас перенабрали и рассказали, как работает сама программа и условия нашей компании. И что? За 8 дней я не могу найти себе брокерскую компанию. Девушка, вы где живёте? Это Россия, где это? Хорошо, ну просто... Здесь за 8 дней можно стать рапфиллером, а можно стать бомжом. Даже за 8 дней. Хорошо, Александр, а тогда с какой целью вы оставляли заявку? Я искал себе брокерскую компанию. Хорошо. А то, как я нашёл наша компания? Ваша компания? А она разве и есть в вашей компании? Меня не интересует ваша компания. До свидания. Нет, говорила, вы помните вообще условия нашей компании? Да мне, зачем ваши условия и формат работы, когда я нашёл, куда вложить свои средства, и заключил договора, встретить свои брокерскую компанию. Теперь уже третья брокерская компания, с которой я работаю. Вы мне неинтересны. Хорошо, но я вот хотела узнать, что мне подошло. Что мне не подошло? Вы просто опознаны, ваши менеджеры поздно позвонили. Я просто мне позвонила пораньше немножко, видать, компания, с которой я сейчас сотрудничаю. Пробожил достаточно довольным для меня хорошие условия сотрудничества. Поэтому я с ней заключил договор. А вы мне неинтересны теперь. Ну подождите, вы тогда оставили заявку, с вами связывались. Да, и вам что-то не подошло или может в чём-то не расшириться? А я помню, что ли. Значит, что-то не подошло, если я отказал вашим. Это логично. Логично. Как-то вы очень быстро начали сотрудничать, если вы... Как вы очень быстро? Восемь дней. Восемь дней это быстро. Ну хорошо, и на следующий день вы уже сотрудничаете. Девушки, погодите, вы перестанете тренировать. Восемь дней на финансовом рынке. Вы понимаете, что такое восемь дней на финансовом рынке? Когда сделки делаются за доли секунды. Вы понимаете, о чём вы говорите? Конечно, понимаю, Александр. Ну а что тогда вы мне какую-то фигню здесь пытаетесь втянуть? Вы что вообще хотите? Я вам сказал, вы мне неинтересны. Меня не интересует ни вы, ни ваша компания. Так хорошо, но вы же даже не помните о нашей компании. Да мне неинтересна уже ваша компания. Я нашёл, куда вложить деньги. Вам ещё раз повторить. Или вы получаете деньги не от звонков, не от заключения договоров с клиентами, А такое ощущение, как будто во время нужно у нас. А зачем не ваши условия, если я сотрудничаю с компанией? И у меня на данный момент нет никаких желаний сотрудничать с другими компаниями. Я сейчас посмотрю. Вы не хотите развивать какие-то партнёрские отношения? Какие партнёрские отношения, если я уже заключил договор с третьей компанией? С двумя у меня уже давно идут отношения. Сейчас работаю с третьей компанией. А мне зачем ещё одну компанию ещё на себя вешать? Мне не нужны ракфиллерские миллионы. Зачем вы мне нужны? Я вам сказал, вы мне неинтересны. Что вы ещё пытаетесь? На вашем месте нормальный брокер вложит трубку, вносит этот номер в чёрный список и больше никогда не перезванивает. Вы же пытаетесь какую-то... Вы не мошенница, случайно? Александр, какие мошенники? Если у нас есть лицензия. Чего? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А лицензия у вас чья? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. СССР. Слышишь? СССР. Финансовый регулятор в Великобритании. Очень легко пробивается. Компания, как называется, БНБ? Быки и медведи. Булс и бирс. Булс и бирс. Быки и медведи. Расхожая... Расхожая фраза. Ну, вам понятно. Ну, и до свидания. Вы мне... Посмотрите. Да, ну, зачем мне смотреть? Вы мне не интересны. Хорошо, хорошо. Вам тогда вечера и успехов. А вам не хорошего вечера, никаких успехов. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok